Всем приветик! Сегодня у нас 7 мая. Солнце светит очень в глаза, поэтому я буду в очках, извините, конечно. И мы наконец-то вышли на зелёнку. Ура-ура! Мы решили пойти пешком, благо что возле нашего дома, буквально в 10 минутах ходьбы, есть небольшая дамба. Здесь очень зелёное всё, птички поют, красиво. Мы надеемся, что здесь их сильно не намусорили за майские праздники. И здесь есть небольшой пруд, не пруд, в общем, речка какая-то, где муж с сыном хотят порыбачить. Мы взяли с собой совсем чуть-чуть куриного мяса, сосисок взяли пожарить, чисто так поваляться. Сегодня чудесная погода, 20 градусов пока с утра есть. Ветерок, конечно, такой слегка прохладненький, но зато хорошо, не жарко. Вот, поэтому мы первый раз выбрались, потому что муж сегодня только первый день выходной. До этого он всё время работал каждый день и не получалось у нас. Хотя мы обычно стараемся пораньше. Хотели, как в том году, съездить на 9 мая на зелёнку, но 9 мая у нас обещают дожди весь день, поэтому, скорее всего, не получится. Вот, поэтому пошли мы наслаждаться природой. Вот моя семейка идёт спереди. И вот так вот всё такое зелёное. Зелёное у нас уже цветёт сирень. Очень красиво. У меня вылипал шампун. Вот такая тут красота. Чички щебечут, кругом рыбаков, конечно, много. А вот там дальше, сейчас мы за дерево выйдем, это наш яхт-клуб. Он очень маленький, находится в упадке. Но всё же, я смотрю, тут есть немножко... Рыбаки на каждом углу простоят. Вон рыбак, вон рыбак, вон рыбак. Да, да, да. Здесь есть немножко яхт. О, это дерево, в котором мы сидели? Да? Это оно? Мы пока ещё местечко. Ой, очень здорово. Лягушки плакают. Я надеюсь, вы слышите эти звуки. Кто живёт в деревне, тем, конечно, я завидую немножко. Слышать постоянно такие звуки. Для нас, городских жителей... Да, гиньте, у него кирпичём, что он заткнулся, а! Сколько здесь одуванчиков. Целое море одуванчиков. Сказал человек с батоном в руке. Я, Лера, я вообще не ёбна в народе. Какая красота. Фу! Столько этих зеленушек летает. Задохнуться можно. Ура, мангал собран! Ура, есть в исполнении Земфиры. Классная перепевка. Классно, классно перепел. Вы что, издеваетесь? Вы не знаете песен, что ли? Они мне утверждают, что это не кукушка. А я её не вкачивал. Вот, сынок, там уже рыбачит. Не клюёт? Сейчас червяка притащу. А что он без червяка делает? Клювики. Клювики. Так, надо позагорать. Солнышко так хорошо печёт. Вот здесь чорангелы. И наши шашлыки наконец-то начали жарить. Мы уже... Я уже тут позагорала. Когда делать шортики. У нас солнце прям жарко, да? Ммм, тепло. А удочка? Ой, как пахнет. Хоть сбегай, глянь. Там уж крокодил поймался. Удочка. Рыбу пока не поймали. Две маленькие были, да? Да, мы обоих отпустили. И обоих отпустили. Честно. Ой, ну пахнет вкусно. Тут одна колбаска и курочка у нас. Маленькую. Ели. Целое поле одуванчиков. И вот такой у нас получился нехитрый пикник. Шашлычки наши пожарились. Подождите. Ленина булка. Ленина булка. Редиска. Адавим. Помидорчики, лук. И, в общем-то, ничего такого особо больше и нет. Все. Мы наотдыхались. Вот как мы после себя оставили все. Чистенько-чистенько. Даже те, что были, мусор мы поджигали. Какие-то бумажки тут валялись. Крем-писки отдаст мне дать. Рыбаков сколько. А мы тут, блин, как у ней душили. Ну, а че ж вы не дошли до туда. Вот мусор весь в пакете у нас. Сейчас мы его в ближайшем. В ближайшем обраге выкинем его? Нет, в мусорном баке. Оставим. Старая селестра. А папи ручку? Папи ручку? Или ножку. У меня нет папи ручки. Мне все ручки заняты. Ну, что, тебе понравилось отдыхать, Ленчик? Рыбу не словили? Ну, только четыре майки. А у нас уже вечер. Этого же дня мы отдохнули. И решили сходить в кино. Ура, ура. Сто лет не были с Колей вдвоем в кино. Коля тут идет сбоку. На Страже Галактики 2. Нам очень понравилась первая часть. Поэтому мы решили прогуляться на вторую. Дочка хотела с нами, но она ушла гулять с подружкой. Поэтому... Так, пойдем сюда. Вот. Надеюсь, мы успеем. И у нас будут билеты на сеанс. На улице очень-очень хорошо. Завтра обещают дождь. Хотя, конечно, тучами уже покрылось все небо. Но днем было очень хорошо. Мы успели еще и позагорать. И нагреться солнышком. Ну, вот так что подъезжали. Все, мы купили билеты. У нас осталось в северсиансе сколько? Нет. Ну, у вас. Мы решили прогуляться на нашу набережную местную. Ой, хорошо здесь все такое зеленое-зеленое. Сейчас покажу. Тут даже крест выложен. На нашем памятнике. Здесь посадили прям целую рощу. Дай бог, чтобы она прижилась. И лет через 20 здесь была куча деревьев. Зали. Камеру убери, а ну надоело уже. Ходит, снимает и снимает. Я жена-блогер, пора привыкнуть. Мы зашли в зал. Кандалечки. Все, мы вышли с кинотеатром. Нам очень-очень понравилось. Отличный фильм. Есть где и посмеяться. И поплакала в конце, конечно, жалко было. Все, мы вышли. Кого-то не буду спойлерить. Ну, фильм очень понравился. Действительно, советую всем идти именно в кинотеатр. Потому что очень зрелищно. Мы были еще в 3D. Было очень интересно. Понравился тебе, Колька? Все, поэтому советую. И был у меня сейчас небольшой забег в фикс прайс. И что бы вы думали, ура, ура, наконец-то у нас появились эти органайзеры. Не прошло и полгода. У нас почему-то всегда появляется с опозданием в полгода. В отличие от всех. Сюда я не буду ставить. Я взяла только один. У нас второй там тоже был. Правда, их там оставалось всего штучки 4. Я не стала брать все, что там были. Потому что я хочу сюда, как Оксана показывала, я хочу сюда также поставить карандаши для губ, для глаз. Ну, может быть, какие-то кисти. Не знаю, еще посмотрим. У меня там есть куча стаканчиков. Может быть, несколько стаканчиков уберу. И поставлю этот органайзер. В принципе, удобная вещь. Тот, который с помадой, у меня точно такой же есть. Я решила его не брать. Поэтому вот взяла. Наконец-то у нас появился по 77 рублей они были. Также мне приглянулась вот эта форма для выпечки. Очень такая симпатичная. Там она была разных цветов. С какими-то тюльпанчиками, цветочками. Я думаю, что в печеном изделии будет вообще выглядеть классно. Называется она форма для рулета. Надо попробовать что-то запечь. Хочу взять какой-нибудь творожный рулет с яблоками или что-то такое. В ближайшее время попробую сделать. Также взяла еще один. Такой очень вкусный с вафельками. Фон для фотографий в Инстаграм. Мне очень нравятся эти фоны. Они такие яркие, четкие, красивые. Потом взяла вот такую вот форму для супучих продуктов. Как обычно взяла для крупыри, для макарон, для чего-нибудь такого. У нас как раз там нужна еще одна. Есть там несколько форм у нас. Еще одна нужна. Также не могла пройти мимо вот этих батончиков. Тоже всегда их там беру. По-моему, в фикс-прайсе на них самая выгодная цена. В магните они стоят подороже. И вот эти вот очень любят эти протеиновые. Жалко нет синего. Мне синий очень понравился. Он с кокосом был. Только с карамелью. Как не захожу в последнее время, только с карамелью. Очень-очень они вкусные. Просто лучше любой шоколадки для меня. Также я не могла пройти мимо своих любимых конфеток. Картошка. И всегда беру кокосовый остров, как-то приелся. Теперь берем его всегда. Взяла для нашей кошки вот такую вот штучку интересную. Она называется игрушка для котов. Мышка в проволочном шаре. Я думаю, что она будет в восторге, потому что он у нас сейчас такой. Не она, а он. Он у нас сейчас самый такой игривый у него период. Он гоняет у нас все мячики, какие-то бумажки по квартире. И вот эта мышка ему должна понравиться. Сейчас он будет играть. Я засниму, как он это делает. Также для сына взяла вот такой вот фиксель-имонадик. Иногда его балую таким. И также взяла для него тимик, клубничный банан. Они мне самой очень нравятся. А для себя взяла вот такой вот шоколад. Горький. 68% какао. Лучший какао бобы. Вот. Люблю очень черный шоколад. Без него просто никуда. Как раз у меня закончилось. Такие вот у меня были. Вот такой вот у меня был небольшой забег фикс-прайс. И был у меня сегодня еще один заход фикс-прайс. Мне нужны были вешалки и батарейки. И сейчас я покажу, что в итоге я купила. Ну, собственно, вешалки. Такие для брюк мне нужны были. Одну вешалку. И одну вот такую я взяла. Вот эти мне нравятся антискользящие. Они удобные. По три штуки здесь в упаковочке. Здесь получается тоже. Или они скреплены как одна. А, это. Да. Отдельно идут. Ну, и батарейки взяла. Эти батарейки, конечно, не сильно долговечны. Но я их периодически иногда беру. Также у меня салфетки влажные закончились в сумочке. Шоколад бабайский по хорошей цене. Там, по-моему, самая лучшая цена на этот шоколад. В магните он стоит значительно дороже. И также я хочу навести порядок в своих вот этих вот тумбочках. В туалетном столике. Взяла для этого вот такие вот контейнеры. Надеюсь, они туда влезут. Я еще их не успела померить. А стоили они всего по 10 рублей. Я надеюсь, что они у меня поместятся. И будет удобно расположить сюда, например, туши. Сюда подводки. Там что-то еще. Я надеюсь, пригодится. Ну, и, конечно, я всегда беру эти батончики по 12 рублей. Там тоже на них, по-моему, самая выгодная цена. Также мне понравились такие вот трусишки на лето. Беленькие взяла. Себе в 46-м размере. Вот такие вот женские слипы. С бантиком. Ну, самые простые. Хлопковые. И, сыночку, вот такие вот опять же лейные мишки. Он их любит, поэтому иногда беру. И понравилось мне вот это вот салатник с крышкой. У нас есть такой салатник, только он немножко побольше объемом и без крышки. Тоже очень часто нужна именно крышечка. Для того, чтобы, если что-то остается, какой-то салат, или там, в общем, какая-то еда остается, удобно очень, когда накрываешь крышкой. Вот. И он точно-точно такой же, как этот у нас салатник, только у нас идут голубыми цветочками. А здесь беленькие. Стоил по 99 рублей. Мне очень понравился. И красиво выглядит. Я забрала, кстати, последний. И у нас огромное количество привезли этих органайзеров, которые вот я, кстати, приспособила свой под новую косметику, которую я сейчас тестирую. В дальнейшем я куда-нибудь ее под что-нибудь другое использую. У нас их появилось очень много, этих органайзеров. Но зато нет тех рамок для фото, которые я хотела. А сегодня у нас 9 мая. И так же, как и у всех, у нас испортилась погода. Точки на небе. И вот-вот пойдет дождик. Я уже собралась. Мы хотим... Время около 10 утра. Мы хотим все-таки пойти посмотреть на парад. Хотя я сомневаюсь, что мы что-то увидим. Потому что людей идет просто море. Сейчас покажу. Вот. Это везде стоят машины. Вот. Припаркованные. И вот везде идут люди. Вот везде машины, машины, машины. Вот люди стоят, чтобы перейти дорогу и смотреть на парад. В общем, не знаю я, увидим мы что-то или нет. Но, наверное, все-таки пойдем посмотрим. На улице, конечно, прохладно очень. Ну, как прохладно. А градусов 15 всего, наверное. Ну, не снег. По крайней мере, как в Москве. Вот. Ну, и кругом куча-куча. Просто очень много людей. Все идут смотреть парад. Везде тут припаркованы машины. А вот. Ну, и… А вот… ی… А мы пришли к родителям. У меня родители были в бессмертном толку с дедушкой моей. Он у меня тоже был воином, ветераном общественной войны. И папа жарит у нас рыбку. У нас погодка стала нормальная, вышло солнышко, потеплело. А теперь на улицу, как бабушка налетает ветер, да? Да, везде остался. Что там есть? У него две медальки, у дедушки. У него больше было медалей. Я помню, я одевал, да? 9 мая. Сколько? Сколько у него было? Прилючные медали были. А здесь у него две. Есть удостоверение, все остались на медали. У нас запекаются карпики в фольге, чтобы они не сгорели. Пахнет вкусно, вкусно. Как хорошо все-таки жить в своем доме и запекать на улице. Тут тюльпанчики вылезли. Ой, кто-то сломал тюльпан. Кто сломал тюльпан? А где у меня тут огромная рука? Тюльпанчики вот такие вот родители. Красивые сиреневые. Мой любимый цвет. Сиреневый. Вот еще. Вообще, конечно, все это очень трогательно. Когда шел Бессмертный полк, я прям слеза навернулась, потому что как бы очень меня это всегда трогает. Вообще хорошо очень придумали, потому что ветеранов уже у нас практически не осталось живых, к сожалению. Теперь хотя бы есть вот этот Бессмертный полк. И то, что мы помним и чтим ветеранов, это очень-очень радует. Вот такая у нас получилась вкуснятина. Рыбку сейчас будем кушать запеченную. И картошку молоденькую с укропом. Вот у нас нахитрый вкусный стол получился. Приятного аппетита. Сейчас еще наш фиди-менеджер будет выступать. Он выступает уже как раз. Фонтанчик. Мы пришли на салют. Драконы химиии. Залют, наконец. Залют. Залют. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok